Здравствуйте, друзья! Вы на канале MissyCatch. Меня зовут Александр. И в этом видео я изучаю английский язык. Изучаю я, но и вы можете изучать вместе со мной. Начинаем изучать. Так, с... Начинаем изучать. Поговорите о языках. Так, секундочку, я проверю, как оно все у меня выглядит. Запись идет. Хорошо. Так, что там у нас? My family is traveling to Paris next year. Моя семья ездит в Париж каждый год. Так, разрешить при каждом посещении. My family is traveling to Paris next year. Едет в Париж... А, в следующий, что ж, next. Моя семья едет в Париж в следующем году. Я работаю в Соединенных Штатах. Мне нужно говорить по-английски. Я работаю. Я работаю в Соединенных Штатах. Я хочу говорить английский. Я хочу читать английский. Без словаря. И я хочу. I want to read English without a dictionary. Useful-то у нас полезно, да? Useful. Use использовать. А useful... Там одна L. Это полезный. Так, скажи-ка еще раз. It's useful to speak English. Полезно говорить по-английски. It's useful to speak English. At work, they only speak German. На работе говорят только по-немецки, да? At work, they only speak German. Моя семья из Франции, поэтому я часто езжу туда. My family is from... Так, Франц. My family is from Франц, so I often travel there. Превосходно. Твой родной язык очень красивый. Это какой? Так, your... Родной язык. Вот это вот, native. Просто есть слово родом, это originally. А тут родной, это native. Your native language. Наверное, будет так. Your native language. Твой родной язык очень красивый. Глагол is really beautiful. Твой родной язык очень красивый. Your native language is really beautiful. Это вот... Native, это довольно новое слово. Для меня-то, я думаю, и для вас. Native. Native. Тут у меня нет перевода посмотреть. Ну, ладно, тогда... Тогда проверить. Ну, это native, родной. Хорошо, далее. Ты часто ездишь во Францию со своими детьми? Ты часто ездишь? Do you often travel to France? With your kids? My husband is traveling to Latvia next year. Тут именно traveling. Traveling. Потому что стоит форма глагола to be. Is. А так можно было бы написать My husband travel to Latvia next year. А сейчас вот так. My husband is traveling to Latvia next year. Мой муж едет в Латвию в следующем году. Так, заполните пропуски. I am. Я. A book in French right now. Читаю, да? I always. Я всегда, опять-таки, читаю. Французские книги. French books. Without a dictionary. Без словаря. Но тут, так как глагол у нас I am, то есть форма глагола to be, здесь будет reading. Потому что с формой глагола to be у нас ставятся только прилагательные. Это у нас reading. Читающий имеется в виду. Прилагательные. То есть отвечают на вопрос какой. I am reading a book in French right now. Я читаю француз книги. Кстати, вот тут мы in ставим. Книги, книгу на французском. A book in French. Да? I am reading a book in French right now. Я читаю книгу на французском прямо сейчас. Я всегда. А тут у нас read. Потому что у нас здесь нет формы глагола to be. Поэтому тут read просто. I always read the French books without a dictionary. Я всегда читаю французские книги без словаря. Is it easy to understand English? Easy. Легко понимать английский. Is it easy to understand English? Заполните пропуски. Так. Тут опять-таки to speak и speak. Ну вот я тут вижу can. И тут сразу мы ставим просто speak. Потому что can это у нас модальный глагол. А здесь to speak. To speak. Соответственно. Speak. Читаем. It's useful to speak a lot of languages. I can speak English at work every day. Полезно говорить. Полезно много говорить. Нет, подождите. a lot of languages. To speak. Не понимаю. It's useful to speak. Полезно говорить на многих языках. Наверное, имеется в виду так. Полезно говорить на многих языках. Я говорю по-английски на работе. Я говорю на работе по-английски каждый день. Наверное, так перевод будет. Так. Далее. Словарь. Это dictionary. Как оно пишется? По-моему, вот так. Дикшенери. Две i. Дикшенери. Верно. Вспомнил. Дикшенери. О, эй, там чередуется. Две гласные. Заполните пропуски. Бен. Опять-таки, читает много. Так как Бен это he, то тут сразу мы ставим reads. А здесь he is, это уже прилагательный. Тут будет reading. Читаем. Бен reads a lot. Бен читает много. He is reading a book about France. Right now. Он читает книгу. About France. Про Францию. Прямо сейчас. Так. Заполните пропуски. Опять-таки, I can это просто travel. А тут уже it's easy. Это to travel. To travel. Хотя, почему здесь to travel? Вы меня спросите, да? Тут же у нас стоит it's. It is. Тут же уже стоит is. Тут, по идее, должно быть traveling. Но нет. Читаем. I can travel to the United Kingdom on vacation. Я могу поехать в Великобританию в отпуск. А вот здесь читаем. It's easy. Так, секундочку. Тут у меня. Так. It's easy to travel than if you speak English. Легко ездить туда, если ты говоришь по-английски. Почему здесь именно to travel? Потому что это считается инфинитивом, неопределенной формой глагола, который отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». И мы с глаголом ставим to, вот, to travel. Что делать? Ездить. Имеется в виду. It's easy to travel. Легко ездить туда, если ты говоришь по-английски. Вот как-то так. Я вам попытался это объяснить. Свой выбор. Между to travel и travel. Так. 424 дня уже. Я на этом сайте тусуюсь. Ну что ж, давайте еще пройдем, значит, один урок. Поговорите о языках. Ты смотришь movie in French. Это фильм на французском прямо сейчас. Are you watching a movie in French right now? Так. Заполните пропуск. Мария likes to teach Ben Russian because he is a good... Ну, скорее всего, студент, да? Student. Марии нравится учить Бена русскому, потому что он хороший студент. Хм. Только поэтому? Soul, soul, flow, пол, tiger, tiger. А может, он хороший тигр? Если вы понимаете, о чем я. Так. Student. Да, потому что он хороший студент. No, my wife is not teaching me French. No, my wife is not teaching me French. Нет, моя жена не учит, не обучает меня французскому. А могла бы, да? No, my wife is not teaching me French. Так, заполните пропуск. Is Maria teaching German? Мария обучает... Ну, тут them поставить нельзя, потому что тут их что-то. Тут можно было бы they поставить, но тут нету. They не подходит, поэтому your. Тут только your. Читаем. Is Maria teaching your German? Мария обучает тебя немецкому? Здрасте! Аааа, чё? Точно, я что-то из головы вылетела. Тут же ж... И так ещё объяснил умно, куда там, да? А это неверно. Учит их. Если бы было учит их, допустим, учит их, не знаю, машину, доску, то было бы they're, да? Тут же ж просто учит их. Что есть слово само по себе. Them. А тебя было бы просто you. Is Maria teaching you German? А этот из Maria teaching, то есть Мария учит твой, твой немецкий. Что? Какой бред, да? Твой, your. Чепуха. Тут them, именно them. Моя ошибка. Да, плохо. My friend and I are watching a Russian movie today. Watching. Russian watching. Movie today. Через A. Watching. Watching. Тут STI, по-моему. Не уверен, но, по-моему, так. Watching. Watching. Смотрит. My friend and I are watching a Russian movie today. Мой друг и я смотрим русский фильм сегодня. Да. Можешь ты обучить меня французскому? Can you teach? Тут просто teach. Вот так. Can you teach me French? Do you want to watch an Italian movie with me? Movie. Movie with me. Ты хочешь смотреть итальянский фильм со мной? Конечно. Естественно. Do you want to watch an Italian movie with me? Посмотреть, а не смотреть. Мои родители всегда смотрят итальянские фильмы вместе. My parents. My parents. Always. Always. My parents always. Watch. Watch. Italian. Italian. Movies. Movies. Together. Together. Так. Мои родители всегда смотрят итальянские фильмы. Так, секундочку. Что-то у меня. Буквально, буквально несколько секунд. Сейчас. Видео. Оп. Уп. 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 Так. Продолжим. Мои родители всегда смотрят итальянские фильмы вместе. My parents always watch Italian movies together. My girlfriend is teaching me Russian. Моя подруга учит, обучает меня русскому. My girlfriend is teaching me Russian. И прочитал же ж из, а написал teach. Ну, серьезно. Teaching. Вот, блин. Я смотрю американский фильм. Я смотрю американский фильм. Yes, I speak Spanish, so I can teach you. I can teach you. Тут просто teach. Да, я говорю по-испански, поэтому я обучаю тебя. Ну, все правильно. Заполните пропуски. Так. Максим обучает его сотрудникам русскому каждый день. Так. Тут где-то does, где-то is. Ну, вот я здесь вижу teaching, поэтому там is. А вот я тут вижу teach, поэтому здесь does. Потому что если есть глагол в настоящем времени, если есть, допустим, he, а Максим это he, то мы ставим does впереди или в отрицании. То есть или в вопросе, или в отрицании мы ставим does. А если нет глагола, есть, допустим, прилагательное, то мы ставим форму глагола to be, is. Мария это she, а she это is. Ясно вам? Does Максим teach his co-workers Russian every week? Is he teaching Мария right now? Максим обучает его сотрудникам русскому каждую неделю? Мария, он обучает Марию прямо сейчас. Именно так. My parents always watch Italian movies together. Italian. Мои родители всегда смотрят итальянские фильмы вместе. My parents always watch Italian movies together. Заполните пропуски. Ben talking Italian classes this semester. He takes Italian classes every semester. Опять-таки мы видим taking. Это прилагательное. Принимает там, забирает. В общем, но это не так. Это имеется в виду принимающий. Какой? Поэтому здесь is. А вот здесь take. Это уже да, это уже глагол. Это does. It's is Ben taking Italian classes this semester. Does take Italian classes every semester. Ben. Ben берёт итальянские уроки. Ben берёт итальянские уроки в этом семестре. Он берёт итальянские уроки каждый семестр. Так, опять-таки мы тут видим что? Глагол watch, поэтому здесь do. А вот watching здесь are. Do you always watch movies on Friday? Are you watching an Italian movie right now? Ты всегда смотришь фильмы в пятницу? Ты смотришь итальянский фильм прямо сейчас? Заполните пропуск. А, тут я ошибся. Тут them. Is Maria teaching them German? Мэрия обучает их немецкому? My girlfriend is teaching me Russian. Да, teaching. Тут я что-то совсем выпал. Teaching. Обучает меня русскому. Моя подруга обучает меня русскому. My girlfriend is teaching me Russian. Всё. Справились. Отлично. Завидное усердие нам говорят. Это или сарказм, или похвала. Так, кстати, мы завершаем уже раздел. Но это будет уже в следующем уроке. А в этом уроке всё. Всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok